я не знаю, что я не знаю ты не знаю, что я знаю ты не знаю, что я знаю ты не знаю, что я знаю папа Эджина, скажи папа На улице дождик вообще. У нас сегодня погода не очень. Мать такая же, как погода. Не очень. Заехали на парковку, припарковались. Двигаем в наш любимый магазин. Идем, как всегда, на мне. Мне кажется, он ко мне скоро подрастет уже. Будем мы с ним, как сиамские болезницы. Сейчас посадим смотреть телефон. Она у нас со своими любимыми слаймами. Любит так же ютуб, как и я. Опять мы пошли в магазин и написали список. Сейчас опять всякие фильмы накупим и ничего не забудем. На скидках можно что-нибудь купить. Например, старая цена, новая цена. В два раза дешевле примерно все. Облаки были 9, стали 7. Хочу купить острого перчика. Люблю его. Арбузы уже появились. Мне еще нужен кабачок. Я вот такой беру, потом его замораживаю в морозилке. Готовлю, и что мы прикормили для супа? Что нам там еще надо? Яйца? Покера. Я вообще хочу домой в кроватку и спать. Мужку тут яйца. Да? Да? Смотрите, какой там чайский краб. Очень дорогой он. Красавец. Моллюски вот эти, вкусные очень. Ой, они такие страшные. У них какие-то усы там. Я даже не знала. Нифига себе. Но я больше не смогу их есть. Они вообще очень страшно выглядят. Сами какие-то. Ужас. Ужаски по коже прибежали. Вот это я усы. Я комчан-дурюсо. Удивилась. Что у них усы есть. Они похожи на гусениц на каких-то, блин. Я просто вечно покупала. Обычные. Видимо, мертвых уже. Не смотрела на них особо. Короче, просто мне готовили, я ела. Сейчас нужно купить и Джуну мясо для прикорма. Детям вот здесь вот в таких кубиках продают. Очень удобно готовить. Это говядина. Это винишко моската. Красиво выглядит. Хочу купить. Может, кому-нибудь задарю. Может, сама выпью. Вот такие коньян-пок дыраку. Мокчан. 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 Это желудочки, что ли, куриные. Такие возьму. Они все-таки вкусные. Молоко мы очень быстро выпиваем, потому что я очень люблю кофе. Поэтому молоко можно купить на скидках. Оно все равно улетит за два дня. Интересно, готовые наборы продают для супов. Можно будет чаге изготовить. Просто покупаешь набор, там уже все есть. Варишь и все. Келбаса называется. Или хилбаса. Хилбаса называется. Наша колбаса. Вкусно и интересно. Асамер бутбан. Какие йогурты еще взяла Иджунчику. Он любит у нас йогурты кушать. Говорит, ты же за три дня, говорит, молоко, что ты выпиваешь. Он четыре бутыля взял. Опа, а его мокчан? Донат. Опа, а его мокчан. А, на его мокчан. О, она очень красивая лица. О, две сайты. А они их много. Немного мокчан. А потом мокчан? А потом мокчан. Дверькать, как ты. Попались в Красный на распродаж. Когда вечером сюда приезжаешь, здесь скидки делают. Выпечку какую-то не придали, днем не придали. Надо ее все продать, потому что, наверное, завтра она уже будет неликвидная. И делают скидки, поэтому вечером приезжать очень выгодно. Несколько ей покупаем какао. Я раньше в детстве очень любила эти трубочки клубничные с молоком пить. Тоже акция на мои любимые шарики. Один плюс один. Купила себе две пачки этих шариков. Кстати, вот в Корее с чаем немножко проблема. Здесь черного чая очень мало. И цейник вообще очень высокий. Я здесь напишу примерно, сколько на рубли будет стоить. Вот такой обычный липтон. Мы рядом с русским магазином, поэтому я всегда там чай покупаю. Мне нормально. Я беру тест в большую коробку сразу. Музыветный отдел с лапшой. Моя любимая самая острая лапша. Она офигенная. Это реально самая острая лапша. О, ну там, говорю, куплю две такие. Потому что я очень быстро ее съедаю. Это лапшу. Я какая-то помешанная стала на лапшу. Огромная банка карамельного попкорна. Когда беременная была, я вообще обожала карамельный попкорн. И мне муж прям в большую коробку затарил. И до сих пор дома остались остатки этого попкорна. Но вот после родов я прям перестала его есть. И он там уже не знаю, сколько его месяцев. Короче, надо его уже, наверное, повыкидывать. У него уже срок годности прошел. Короче, после родов я уже перестала так есть попкорн. С памперсами тут небольшой. Но вот Хаггису мне не нравится, что у них здесь по бокам вот эти наклейки, блин, беспонтовые, жесткие прям. Они реально жесткие, и они натирают. Посмотрите, вот это вот. Короче, у вот этих памперсов они протекают, блин. Ну, тоже вот эти наклейки. Беспонтовые вот эти наклейки. Они почти на всех памперсах. И, короче, я брала вот такие на липучках, но они протекают. Я даже не знаю, больше здесь нет выбора. Здесь кроме Хаггиса и вот этой фирмы ничего нет. Наверное, возьму Хаггис. Хаггис не так сильно протекают. Здесь уже полная корзина. Тресос? Вот эти печеньки я себе такую большую взяла. Как интересно, здесь есть Хаггис и Ампас. Какие вкусные тортики. Пустите меня. В магазин нельзя ни в коем случае ходить голодными. Поэтому я хорошо покушала походом в магазин. Потому что тогда меня не остановить. Мужа, кстати, тоже покормила. Он, кстати, даже не знал это. Я говорю, ты знаешь, что в магазин нельзя голодным идти? Здесь корисовое вино Маккали. Смотрите, какой здесь осадок прям. Мне вкусно, оно всегда напоминает свертку. Это вино. Нормально пить можно. Ну, кстати, вот соуджу корейская водка. Я вообще ее не могу пить. И я не пью ее. По мне она вообще невкусная, какая-то противная. Даже запах не переношу. Вроде немножко закрубились. Уже поднимаемся наверх. Ну, я ничего купила. Покажи, что это. А па тебе купил? Такая вот у нас огромная корзина. Пик надо сделать, Найон. Пик. Пик сделаем. Затарились конкретно. Типа под камень сделано. Такое серое. Переедем. Я обязательно куплю такое новенькое ванную. Вот тоже красивое. Зеленые цвета, розовые. Ну, это пластик все. Это не пластик. Какой-то другой материал. Такой тяжелый прям. Майден чайна. Как вы, я очень много люблю покупать дом для интерьера. Там всякие коврики, бездюшки. Мне это прям вообще очень нравится. Ты рада, Найон? Классный, да, подарок тебе папа купил? Домой придем, будем играть, хорошо? Муж там собирает все по пакетам. Его ответственность. Весь чек нам вышел 191. Потом плюс какой-то, какие-то у него там скидки, купоны. В итоге по платью 64. Найуна у нас захотела конфет. Аня, такая интересная. Хоп! Хамунда! Хамунда! Хоп! Сюда! Окей! Еще, Найонечка. Еще! У него были бумажки компласса. Они типа выглядят как деньги. И на них нарисован номинал. То ли ему кто-то подарил, то ли он обменял деньги на эти бумажки. Ну, короче, можно этими деньгами фальшивыми расплачиваться. Очень прикольно сделано. Я, блин, говорю, что ты мне не показал? Он уже расплатился ими. Короче. Все, идем домой. Возвращаемся. Ты уже засыпаешь у меня? Угружаемся. Целую корзину везем. У нас такой крутой пакет с компласса имеется. Давай, Найон, помогай. Это мое, че? Это мое. Нет, не там. Мы пришли домой. Муж затащил пакеты. Сейчас я буду это все складывать в холодильник по местам. В общем-то, чем я занималась последние два дня, это был просто капец. У меня реально вчера был нервный срыв. Я сидела, плакала. Сейчас я вам покажу. В общем, мы же переезжаем, но я решила... Блин. Короче, мы переезжаем, я же решила расхламляться. Решила расхламляться, убиралась везде. Я здесь вставлю фотографию, сколько мусора я вывезла отсюда. И вот еще самая главная комната. Захламидзе. Захламидзе. Ну, я уже подготовила сумки к переезду. Здесь все поставила. Это все нам надо забирать. Здесь еще вот мусор надо выкинуть. Кресло ненужное. Короче, вот это все, чему не пользуемся. В общем-то, из-за чего у меня нервный срыв случился. Сейчас я открою тебе, Найон. Подожди минутку. У меня был урок корейского. Я тут в этой уборке вся на нервах. Ну, кто занимается уборкой, знает, что эмоции не из приятных. Не всегда приятные эмоции от уборки. Плюс еще и Джун постоянно дергает, орет. Потом у меня начался урок. Окей, 15 минут урока. Он начал орать через 15 минут. В итоге пришлось отменять урок с учителем. Блин, я так люблю заниматься корейским. Для меня это какая-то разминка мозга. Ну и, короче, урок с учителем пришлось отменять. И я такая села и представила, сколько еще хлама мне разбирать. И урок сорванный. Я только люблю заниматься корейским. И такая просто села, вот так и ушла плакать. Вот. Ну, потом я быстренько успокоилась, посмотрела видео Ксюши. И как-то сменила эти негативные эмоции на позитивные. Да. Но Юне уже не терпится открыть свою коробку со слаймами. Ко мне терпится, да? Давай сейчас сумки сначала разгребем, покушаем, потом уже будем играть. Джуна вот туда посадила на время. И, Джун. Все? Пошла мать разгребать пакетку? Да. Муж еще вон курицу купил, сейчас покушаем ее. Может, с пивком? Я вот эти дни, что убиралась, я даже не ела. В смысле, я вставала, убиралась. Потом, пока это все дела сделала, уже на юный садик и забирать. Я реально даже не кушала. Только вечером вот с мужем. Какой-то грибок взял, нафиг ему нужны. Какой-то грибок. Сейчас еще вам покажу прикол. Ты самый громкий человек у меня. Смотрите, что мы вырастили с на юнкой. Это фасолька. Фасолька, да? Да ты растилась мамой? Такая красотка маленькая. Ой, ой, сколько здесь. Это капы в рот? Мама, одень их? Это кто, Джосига? Да, здесь у нас что-то, как плейдо. Блин, плейдо так вкусно пахнет, какими-то карамеликами. Все, что мы вытащили. И, Джон, что такое? Меня зовет, типа, бери меня на руки. Что-то там стало, мальчик. Надо его сделать правильно. Скажи же. Мама, изговорю. Чика-чика. И, Пай. Ну, зачем ты перевернула? Муж у меня готовит там куриные попки. А? А? А. Наюнка вся в делах. Да. Что у тебя там получается? Зубки лечатся? Ага. Очень красиво. Пломбу уже вон поставила, да? Молодец, Наюн. А мы, Джон, будем вкушать вкусный йогурт. Да-да? Вот такой. С клубничкой и бананом, да-да? Скажи. А-па. А-па. Вкусный? Мама, айпэй даю. Ну, что тебе айпэд, если ты сейчас играешь? Надо поменьше айпэдов смотреть. Давай, играйся без айпэда. Мама, айпэй был. Нет, мама не разрешила. Ну, я сошел, айпэй даю. А? Нет. Приготовил вот такие вот... Желудочки. Вкусенькие. Сын! Прикольный вкус, яблочный. Как будто яблочный квас. У тебя, муку дам. А вы любите ей шкурку курицы? У меня теперь все на вкусе нет. Если видео у нас получилось, обязательно ставьте лайк, пишите свой комментарий. Так вы поддержите мой канал. Всех люблю и до новых встреч. Пока!